Всем привет! Вы слушаете 68 выпуск SD-Casta, подкаста разработки ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС-Даймон, и мы вновь продолжаем слушать подкасты, интервью, записанные на хайлоуде. В этот раз мы вместе с Петимязиным из 5 минутки PHP, 5 минутки React взяли интервью у команды ребят-разработчиков Таранту. Это Костя Осипов, Кирилл Юхин и Рома Цисик. И, собственно, поговорили про то, что сейчас происходит с Таранту, какие там есть интересные новые штуки, которые они пытаются делать. Немножко поговорили про разные языки. Мы уже когда-то обсуждали с Костей Осиповым, почему там был выбран Луа, но тут сейчас немножко все поменялось, и есть идеи реализации других бэкэндов. В общем, это и многое другое. Все впереди. Приятного прослушивания. Всем привет. Слушайте уже очередное, не знаю, какое по счету, включение с хайлоуда. Здесь в студии я, Костяка из Daimon, Петя. Из 5 минутки PHP. Да, и сегодня у нас рядом с нами команда ребят-разработчиков Таранту. Ну, Костя Осипов. Всем привет. Да, он уже был у меня в гостях везде-касте. Костя, наверное, представитель своих коллег. Со мной Кирилл Юхин, ведущий-разработчик у нас во всем, что связано с SQL, с компиляторами и с такими штуками. И Рома Цисек, ведущий-разработчик в том, раз, собственно, application сервере, то вообще, на самом деле, Рома все делает. Я просто смотрю на его бейджик, да, тут, видишь, там, микросервисы, C++, Bash, Таранту. Да, все, конечно, наклейники, которые были. Но это еще не все, нет, тут еще есть куда поклеить. Слушайте, ну давай, наверное, там, Таранту, в общем, в двух словах, наверное, скажи для тех наших слушателей, кто не слышал еще этого словосочетания, что это такое, вот. И дальше мы, наверное, немножко облюбимся. Вообще интересно, особенно в контексте предыдущего подкаста, потому что мы встречались уже года два или три. назад, и у нас тут постоянно идут внутренние споры, терки. Что такое Таранту, зачем мы вообще это делаем, и когда же мы, наконец-то, сдохнем? Вот как на Лоре нам как-то написали, когда же вы сдохнете? Ну, Лора, ты, Лори, ты сдохнешься, конечно. Привет авторам. Но, как ни странно, у нас все получается, у нас есть совершенно четкая ниша, в которую мы подходим, и мы эту нишу все больше осознаем, и все лучше делаем решение для нее. То есть, получается, вот сейчас, как бы, на всяких модных тусовках для архитекторов рассказывают про микросервисную архитектуру, и, например, Таранту – это вполне себе решение для микросервисов. Потому что наши ниши – это аппликейшн сервер и база данных в одной связке, когда можно очень легко и быстро создавать персистентные приложения, высоконагруженные. И, более того, мы понимаем, что ниша, на самом деле, ну, не то, что мы вне лидеры, но вот такой комбинации, как у нас, нет ни у кого, как не было, так и нет. А осознание того, что так можно быстро очень делать достаточно прикольные штуки, особенно с нашим подходом, потому что у нас все высокомодульное, то есть можно просто поставить какой-то уже готовый модуль и собрать просто нагруженное приложение. Это будет наш модуль для Тарантова. Вот мы становимся, мы окопаемся, короче, все больше в это. Ну да, мы еще тогда, в нашем подкасте, говорили про идеи вот этих аппликейшн серверов, таких высокоуровневых, когда данные находятся очень близко. И вот там всякие даже там Nginx слоу модуль, но OpenRest, там мой любимый. В принципе, это в неком смысле такой шаг в эту сторону, да, то есть чуть-чуть, ну, не совсем, конечно же. Это очень-очень похоже, но ключевое отлично Тарантова в том, что у него есть баз данных. Да, да, я, конечно же, к этому попалю, на что да, но идея в том, что вот ты как бы очень быстро, не блокирующий где-то вот, и данные где-то должны быть поблизости. Nginx сделал анонс, я сделал Nginx unit, то есть что-то вроде там упрощения аппликейшн на разработке приложения, мы ждем, что они добавляют базу данных, и тогда Nginx DB. Nginx DB, да, уже Nginx script, Nginx DB, в общем, все. На самом деле, смотрите, ключевое преимущество наше, вот они, что не касаясь, значит, что Тарантул позволяет заменить как бы пять коробок на одну-две, то есть не нужно больше отдельно делать аппликейшн серверы, отдельно СОБД, отдельно кэш ДСОБД, отдельно там балансер, там баунсер и прочее. То есть можно поставить один Тарантул, он будет сразу хранить данные и в нем уже будет какая-то логика, бизнес-логика вот этого сервера. Опять-таки, ну один Тарантул мы поднимем не просто один инстинс на одной машине, а в принципе кластер, потому что он поднимает, что он будет. Да, 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 даже более того, у него могут быть вполне себе слои, да, то есть если нужен слой балансировщиков, то это будет отдельный балансировщик Тарантула, если нужен слой аппликейшн серверов, то это вполне можно отделить, да, слой аппликейшн. Ты хочешь сказать, что в принципе не имеет, но нет смысла в случае использования Тарантула, да, там еще гардик какие-нибудь там, Haproxy, Nginx, и все это у вас есть прямо внутри Тарантула, в том числе разные модули, которые можно именно... Ну вот с Nginx как раз мы дружим, то есть Nginx как балансер для Тарантула, это очень расхожая история, у нас есть специальный модуль для Nginx, который представляет Тарантулу как бэкэнд для Nginx. Ну, как стремно, как стремно. Это вполне себе, но, например, на Тарантулу на борту есть свой Http-сервер, но, естественно, мы не пытаемся изобрести Nginx, то есть наш Http-сервер для простых вещей. У нас есть Http-клиент, например, с недавних пор с поддержкой SSL и так далее. То есть если из Тарантула нужно куда-то сходить, то тоже пожалуйста. Мы не пытаемся конкурировать с Nginx, то есть Nginx, очевидно, делает Http-учечер, ну и более того, тот upstream-модуль, который мы для Nginx сделали, он работает по бинальному протоколу Тарантул, он работает быстрее, чем если бы Nginx ходил через Proxy-Pass в нашей STP-сервере. То есть Proxy-Pass в Nginx работает медленнее, чем наш модуль. Ну, даже так вот. Да, потому что Proxy-Pass у него сложнее логика, он поддерживает различные типы веб-серверов, там в том числе. Ну да, он должен понимать, как чего-то. Он должен понимать все это, а наш модуль, он такой весьма специализированный, он ходит по бинарному протоколу, по нашему, и там у нас значит все просто и EFT-менник. Он, например, умеет загонять кучу коннектов к Nginx в один-единственный коннект к нашему upstream-у. А HTTP сам он не умеет же как бы мультиплексироваться, пока у меня HTTP 1.1. Ну, пока у меня 1.1, да, конечно. А Тарантулский протокол, он мультиплексированный. За счет этого получается, что если бы мы встроили в Тарантул HTP, и перед ним, перед ним бы все равно поставили Nginx в любом случае. Ну да. Это было бы медленнее, чем если внутри Nginx встроить модуль для работы с Тарантул. Ну да, кстати, клево, клево. Ну вот, и если вообще развивать тему, то получается что? То есть давайте создадим крутой сервер приложений для высоконагрузки, для хайлоуда. Что для этого нужно? Ну, в первую очередь, да, нужна быстрая база данных. Вот как ни крути, то есть у нас, я говорю, очень много споров внутри, типа какие у нас должны быть приоритеты. А я человек из мира баз данных, и я вот постоянно двигаю тему, что все равно фишки баз данных, которые есть в классических СУБД, и там, я не знаю что, и хранимые процедуры, с которых мы начали, и триггеры, и репликации, и сторидж, да, но я сейчас даже не говорю там про языки запроса, но нужны. Но вот чему мы научились за кучу времени? Что в продакшене этот сервис еще надо эксплуатировать. И мы последовательно закрываем все темы с эксплуатацией нагрузного сервиса. То есть мало просто взять и создать это приложение, да, оно начинает продакшене тупить. Это нужно как-то отлаживать. Ну да, хочется там в рантайме отдебажить. В рантайме как-то отдебажить. Да, реплейсмент модулей. И вот мы последовательно закрываем эти все вопросы, там, логирование, допустим, недавно у нас появилось structured logging, логинг в джейсоне. То есть вот такие вот банальные штуки, мы их очень последовательно порабатываем. И что интересно, нас все постоянно ругают, зачем мы взяли Lua, зачем мы взяли Lua. Ну понятно, что в нашей жизни тоже есть Lua, но там для других задач. Такие маленькие скриптики. А у нас получается целое приложение мы на Lua пишем. И как бы, да, действительно, Lua это динамический язык со сборкой мусора. Языки со сборкой мусора под нагрузкой, как известно, могут попить. Вот хай раз, сразу наброшу вопрос так, что когда есть ГЦ, а если хай волод, да как? Да. Вы смотрите. Это лица какой-то предсказуемости. На Джаве же тоже есть хай волод, там тоже ГЦ. Нет, везде есть ГЦ. И на ГО есть ГЦ. ГО там и ГЦ. ГО, и на Иванг. Ну то есть, ну и как мы, что мы видим сейчас, что, ну во-первых, мы действительно, мы сделали очень много для того, чтобы просто рассказать людям, что из себя представляет Lua, чтобы им было проще решать эти все проблемы. Но мы также движемся в сторону того, что Тарантул будет много языковой платформой. То есть, на ловь, ну, дело не кончается. И тут уже очень такой интересный технологический вопрос, потому что нам говорят, что вы не встроите, допустим, в JavaScript, или что вы не встроите в Python. И вот про это можно отдельно поговорить, потому что тут как раз, например, то, о чем я лично сейчас очень много думаю, это стоит ли оно того, да? То есть, у Lua очень компактная виртуальная машина. Ну вот тут, да, Lua чем хороша? Вот там C-шный код ее, да, подстроить, это очень просто и очень минимальные накладные расходы на интеропы, да? Встраивать что-то типа там JavaScript'а или там, я не знаю, даже там, не дай бог, Python, сразу вопрос, а во что это выглядит, как на производитель? А мы пробуем, мы на самом деле пробовали вставить JavaScript, то есть, возможно, что там валеный VA там быстрее на число 2-билки какой-то. Когда дело доходит именно до интеропробейки с бинарным с лишним кодом, такие вот биддинги, они реально работают медленно, чем Lua. И получается, что вся производительность сжирается именно на переключение. Вот этот момент, да. И главное, что вот, допустим, мы выбираем, что у нас есть Lua, допустим, JavaScript и Python, да? И наше сообщество наступает, последовательно наступает на грабли, присутствующие во всех этих платформах. И грабли интеграции, и грабли самих языков. Потому что там тоже есть garbage collection, там тоже есть проблемы Gochi языка, особенно в JS, да? Ну, никуда от них не деться, да. И вот, что интересно, как бы, что нам реально нужно? Нам нужно, чтобы не было каких-то скрытых ошибок, да? То есть, когда пишешь Highloaded-приложение, если у тебя в рантайме возникает, я не знаю, type error, да? Ошибка приведения типов, ты не хочешь, чтобы это проглатывалось. Был предсказуемый рантайм, который можно проинспектировать снаружи. Как, 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 на что уходит память, допустим, сколько coroutine запущено, какие coroutine запущены. И получается так, что с одной стороны мы смотрим в сторону добавления бэкэндов, а с другой стороны мы смотрим, чтобы, ну, чтобы сделать эту историю эксплуатации гораздо более прозрачной для нашего сообщества. Вот это и то, что мы сделали раньше, и то, что будет дальше происходить с Тарантовым. Да, да, интересно. Да, то есть, это еще одна вещь, вот, можно, например, сейчас есть проект LLVM, на основе LLVM очень много языка. Да, LLVM сейчас такой. Вполне возможно, что у нас вместо того, чтобы подключать все эти виртуальные машины, которые там связаны с Python, с JS, у нас будет один бэкэнд единый. И все, что работает на LLVM, мы будем делать. Ну, кстати, у нас уже даже такая более интересная мысль, немножко обстроированная. Опять же, GVM такой, по-моему. Ну, в каком смысле, да. Просто, опять же, подключение разных бэкэндов, да, оно неизбежно приводит либо к вводу нового уровня абстракции для того, чтобы, да, как дуральная машина. Да, да, понимаешь, это опять накладные расходы на, как бы, да, либо надо узкость пилить под каждой, но тогда это сколько ресурсов надо, чтобы под каждой поддерживать параллельно, там, три бэкэнда, да. А главное, сообщество будет фрагментировано, то есть, JS'еры будут пилить свои модули. То, что произошло с прошлого подкаста, у нас резко выросло количество модулей, как тех, что мы мейтеним у себя на борту, так и тех, что делает сообщество. То есть, это, в принципе, цель проекта сделать так, чтобы какие-то сложные вещи, допустим, сейчас, если тебе нужен там месседж-брокер, ты ставишь rabbit. Если тебе нужен какой-нибудь кью там или бас, ты ставишь там какую-нибудь кавку. Если тебе нужен memcash, ты ставишь memcash. Вот, в целом, все это, это, грубо говоря, как мы это видим, это просто сторож и бизнес-логика. Бизнес-логика у нас плугабельно, сторож у нас быстрый. И, допустим, Q-история, у нас сегодня был доклад, человек, которого мы никаким образом не обрабатывали, не подгадали. Он выходит и говорит, вот просто берешь tarantul.ctl install Q, две строчки, заработало, профит. Вот, и мы вот идем в эту сторону, чтобы у нас было много модулей, которые просто старше... Слушай, а для модулей просто такой технический вопрос, что-то какой-то экспозит с API именно tarantul? У нас внутри есть. История такая, у нас вообще нет такого, чтобы UO был как бы гладями прибитого внутри tarantul. То есть, у нас есть сторож, у него есть API-сишная, UO ходит через это API. Оно же экспортируется наружу, и любой желающий может использовать его в своих модулях. Плюс у нас есть UO в API, который используется как в самом tarantul, и внутри, так и используется в тех модулях, которые мы делаем, и которые делают сторонние разработчики. Нет, я просто понял, знаешь... По максимуму экспортировано все, что можно. Это супер. Я просто вот в каком моменте спрашиваю, потому что, например, взять OpenRest, чем он хорош, чем он, в принципе, подкупает. То, что для простого разработчика такого неглубокого системного, ему не нужно знать понимание крутин, ему не нужно понимание сети и сокетов. То есть, у него есть Nginx API, он просто знает, что оно уже будет работать вот так. То есть, он просто пишет свой маленький скрипт, вешает вот этот, там, на hardware by law, там, да, там, content by law. Все знает, что там сокет, вот у него доступ, по Nginx, он погнали, да, соответственно. Для него это все скрыто. Вот там вопрос, карутины, задаю вопрос, знаешь, что ты карутины используешь? Я? Да нет, вроде. Он просто в коде не видит там нигде когрян. Нет, но у нас на самом деле сложная история, мы хоть и говорим, что у нас карутины, но как-то специально учиться на них программировать, наверное, все-таки не нужно. То есть, точно так же можно открыть сокет, начать читать из него. Если данных нет, то карутина там переключится под капотом, но для разработчика это будет выглядеть как линейный понятный код. Нет, даже не знаю, что такое. Ну, тут вопрос в том, что в рамках Nginx довольно сложно, но если ты используешь как Nginx KPI, то очень сложно написать какую-то блокирующую фигню, потому что, в принципе, оно под капотом все. Да, но с другой стороны, в Nginx очень много тебе просто недоступно. То есть, если ты пытаешься там в Nginx открыть свой свой. Да, безусловно есть ограничения, базара нет, тут неизвежный такой момент. Мы даем платформу общего назначения, можно делать все, что угодно. То есть, можно делать число дробления. У нас для этого есть ThreadPool отдельный. То есть, все работает в карутинах, но если тебе нужно зафлоудить какие-то задачи, да, ну, пожалуйста, ThreadPool, ты можешь им пользоваться. Можно ходить в сеть, можно SSL. Пойди сделай SSL на даже карутинах и не блокируешь их, убьешь. У SSL одинная тема. Вот. То есть, и цели такие, да, сделать, чтобы было удобно писать. То есть, мы делаем такую ноду без лапши коллбеков. Без коллбеков, да. Вот. На лолу похоже, на самом деле. Нет, на лолу-то можно и в коллбечном стиле писать, как мы понимаем. Зачем? Ну, это другой вопрос. Вот. И, помимо того, что это без лапши коллбеков, мы очень стараемся думать про то, чтобы это было нормально эксплуатировать. Слушай, а вот про хайлоут мы все время тут говорим, да. А мне вот в какой момент больше интересен тема всяких, наоборот, микро каких-то инстансов, ну, там, интернет оф сейнкс, да, вот какие-то такие маленькие вещи. И вот, опять-таки, всего того, что вы говорите, что у вас там, ну, по сути, один сервис, один аппликейшн такой, да, Tarantula заменяет там и Proxy, HTTP, и аппликейшн серверы, базу данных, что и очень, как бы, вот, покупает идея, ну, какой-нибудь, там, Разгрипи, все же это уже муки маленький, но все же компьютер, да. А что-то вот еще такое более мелкое, чтобы вот, ну, как-то вот в эту тему вы что-то думали, есть какие-то у вас там действия? Я думаю, у нас есть целое решение, да, и вот, и вообще Tarantula, в принципе, работает на любом, как бы, процессоре общего назначения, то есть, там, любой арм взять, там, 32-битных, там, и, там, не знаю, ну, хотя бы, не знаю, 32, ну, его пометить, он будет там работать. То есть, у нас какое-то преимущество, что, сам Tarantula, он имеет очень небольшой, как бы, хруппенд, там, меньше, чем полноценный. Тоже профит от лута. Вот, да, да. Если мы сделаем 10 бэкэндов, мы это потеряем. Да, мы потеряем, да. Поэтому, как платформа для какого-то такого маленького сервера, который работает на железке, там, Tarantula тоже, в принципе, подходит. Ну, вот, к нам приходили за портом на MIPS, порта на MIPS, пока не случилось, но порт на MIPS, рабочий. Вот, ну, вполне возможно, порт на MIPS тоже… Рабочий, но мы не проговорим. Нет, скажем так, но он однозначно появится, как только будет какая-то движуха в этой стороне. Ну, понятно, что кто-то в каком-нибудь, да. То есть, мы даже думали протонуться на Эльбрус, но там, как бы, непонятная история совершенно. Слушай, кстати, коль ты заговорил по Эльбрус, вот я как. Поревод, поревод. Я вот лично знаю человека, который использует Tarantula для того, чтобы устраивать биткоин-майнеры, как бы. Подается железка, в которой стоит Tarantula внутри, и эти железки подаются, там, сотнями. А цель для назначения для пользователей, за что он ее покупает, ради чего? Биткоины майнит, очевидно. Ну, правильно. А Tarantula там используется, как какая-то конечный метр данных какие-то. Ужас. Ужас. Слушай, вы, кстати, говорили про Эльбрус. Тут интересный вопрос. Не знаю, насколько он так применим, но, наверное, задам. Вот Алексей Маркин тоже из, собственно говоря, МЦСТ был у меня недавно в гостях. Он занимается разработкой, там, оптимизирующих компиляторов под Эльбрус. И ему интересно вообще, насколько вот всякие такие, ну, системы, не знаю, в связи с проектами, используют именно какие-то возможности компилятора, да, то есть оптимизации для достижения каких-то, ну, больше, там, лучших скоростей, производительности, показательности. Вы что-то про это можете сказать? Ну, по факту, что Tarantula лучше компилировать, то есть вы как-то вот, ну, что-то смотрите, думаете, или пишете как-то с оглядкой, или там, знаете, как, как, чего, или все же нет. Это, ну, как бы, компилятор – это отдельная тема, она вот собирается и работает. Ну, я не скиллс по компиляторам большой, я без отратки скажу, что думаю, он же Кирилл как-то разовет, но... Вообще, Tarantula по своей природе – это такая штука, которая делает достаточно много ввода-вывода. То есть, вообще, весь цикл работы, он построен вокруг обработки большого потока входящих забросов. И в этом смысле, ну, у нас главный боттлнек – это не... У нас их два, то есть, как качественно мы организуем все взаимодействие с операционной системой, то есть, поэтому мы используем неблокирующий вывод, мультиплексируем, у нас нет, у нас все, нет мутоксов никаких внутри, да, блокировок мы стараемся избегать и так далее. А второе – это насколько качественно мы используем кэши, там, первого, второго уровня, потому что это ин-memory с UBD, ну, и третий уровень. То есть, задача, чтобы эти кэши максимально содержали, то есть, если это дерево какое-то в памяти, то, чтобы максимально оно влезло в кэш. Вот у нас в основном такие челленджи, когда тюним производительность, что-то разрабатываем, но с другой стороны, если у нас будут какие-то более сложные запросы к базе данных, то вполне возможно, что там от комбинатора будет больший профит. Ну да, ну, Костик совершенно правильно сказал, что Taranto – это, в принципе, memory-bound application, да, то есть, перфомансы, непосредственно CPU, перфомансы там выжимать особо неоткуда. И самое главное, что мы хотим получить от комбинатора, да, если это возможно, чтобы он соблюдал как можно больше data-locality, да, чтобы у нас как можно больше горячих данных, и кэши, да, не выдавливалось, вот. Компилятор в основном заточен на то, чтобы перфоманс тюнить, поэтому, как бы, для нас не очень актуально. Единственное, что, возможно, мы посмотрим на, так называемый, profile-guided-optimizations, это когда переходы аннотируются, да, то есть собирается некая статистика по переходам, вот, и которая потом при оптимизациях используется, то, чтобы код луял, ну, чтобы бинарный код тоже как можно больше локальность сохранял. Вот, возможно, мы это еще в эту сторону посмотрим, но в опенсорсных компиляторах это почему-то не очень развито, вот, в основном коммерческих. Мы уже подумаем. Но вот вся история с компиляторами, она тоже такая стратегическая, вот, казалось бы, типа, ну, что, ребята там, сплеили ло, типа, написали неблокирующего твой, получили какой-то результат. Вот, посмотрите, допустим, мы захотим сделать поддержку регруза. лоджит, который трассирующий, содержит трассирующий джит, то есть он создает машинный код, да. Поддержки в либо архитектур нет, да, то есть там есть что угодно, но нет этого. В этом смысле, как бы, фактически тарантул такой вот компромисс между небольшой, то есть небольшой кодовой базой, эффективностью, то есть это, короче, он мог получиться реально только так. То есть все что угодно мы можем делать, мы сейчас возьмем LVM там, и начнем портировать там на регруз. То есть мы потеряем что-то. То есть либо размер бинарника, либо портабельность на всяких, то, что мы будем легко заводить на всяких маленьких чипах, либо еще что-то, да. То есть вот, поэтому, как бы, это все, возвращаясь к вопросу, помнишь, у нас на прошлом подкасте было очень много рассуждений, почему Lua, да. То есть я возвращаюсь и отвечаю на этот вопрос. Ну, неизбежно. Ладно, расскажите, что там у вас последние какие-нибудь нововведения, что интересного происходит в проекте сейчас, что там поддержка, что нового появляется? Ну, тут Роме надо, в первую очередь, рассказать про то, что мы делали, то, что у нас стабильное сейчас, и то, что мы делали последние два года. Мы делаем следующую интересную историю. Если раньше мы говорили, что там, вот такой, как бы, NoSQL, в нем можно хранить динамоализованные данные, там, произвольные документы, то есть сейчас мы сделали, что на эти документы можно добавлять какие-то constraint и ограничения, то есть вводить некую схему с этими документами. Это позволяет сразу, одновременно быть и, как бы, как реализационная база данных стабильцев, так и хранить документы. Мы добавили различные там имена полей, там, проверку типов и прочее, все, что есть традиционные и традиционные СУБД, но при этом мы по-прежнему можем хранить документы. То есть у нас может внутри таблицы, в колонке быть, там, map, допустим, или array данными, но мы можем также выделить какие-то там поля находятся. То есть в этом еще может быть как обязательно, так и опционально? Да, то есть это опционально, это constraint, который добавляет все. То есть вся история такая, у тебя есть данные, тебе нужно их поймать в базу и ты вообще не знаешь, какие они, какая их структура. Пожалуйста, значит, схем адемс, добавляй какой угодно идентификатор, ключ, храни все, что хочешь. Храни JSON, да. А дальше ты, ну, выходишь постепенно в продакшн, у тебя идет какой-то жизненный цикл, ты понимаешь, что, ну, пора от помойки как бы сбавляться, да, то есть тебе нужно наложить какие-то ограничения схемы. Мы даем тебе инструменты для того, чтобы ты мог валидировать этот JSON на соответствие определенной схеме данных. Более того, ты можешь эволюционировать схему. То есть ты можешь сказать, да, у меня есть версия 1.0, там нет этого поля, потом я добавляю версию 1.1, там появляются новые поля, меняясь тип данных у поля. И мы все это тебе даем как бы в цепочке. И ты все это в атаке подай колес. Очень интересная тема, она меня просто, ну, мне интересно, там, из мира Oracle, я там вспоминаю, да, в 11 версии появилась первая фишка такая, как она называлась, да, версия приложений, версия базы данных. Я честно скажу, никогда в продакшн я не использовал, но мне всегда очень нравилась идея, что ты можешь без остановки продакшн, да, выкатывать новые версии и просто именно не на уровне своих запросов, не на application level, да, а именно на девопсском, вот этом таком, именно этапе развертывания, да, сказать, что вот у меня там новое версии приложение, теперь она база данных версии V2. Все, и у тебя автоматом все запросы, V2, знает новые таблички, там есть новые поля, да, вот ты сейчас говоришь про это, ну, какую-то убеду. Ну, про новые таблички это конкретно про... Ну, про эволюцию именно там. Есть схема данных, джейсон документы, каждое приложение может работать со своей версией этой схемы, и мы умеем автоматически, например, конвертировать. То есть, да, даёшь дефолты, старые в новые. То есть, условно говоря, ты когда выкладываешь новую версию, там, ну, база данных, как таково назовём её, схема базы данных, да, ты, в принципе, можешь, вот, как раз таки указать, что изменилось, и как эти данные поменялись относительно предыдущего состояния, да, то есть, некий сказать, что здесь, там, alter table, add column, ну, утрируй, да. Его нету. А тут, наоборот, его нету. Его просто нету, да. Соответственно, тем самым, ты когда отдаёшь клиент, то есть, это на уровне какого-то API просто заправки, или как это вот так, если чуть-чуть, ну, под капотом немножко. под капотом tarantula, модель данных tarantula, table, она, ну, она безразмерная, то есть, мы не проверяем количество столбцов, количество колонок, только те constraints, что заданы, допустим, построен индекс по определённому полю, значит, это поле должно быть. Ну, либо оно может быть null, да, то есть, оно может отсутствовать, если индекс допускает null, то... Ну, понятно, да, да. Соответственно, схема, она, она за счёт средства application server, она просто стоит отдельно модулю, то есть, мы берём схему данных, валидируем JSON на соответствие этой схемы, значит, и кладём его в наш space. Всё. Дальше space, это просто уровень storage, то есть, как бы, средствами слоя приложений, небольшая хранимка, которая в раппы все обращения в space, вот так это, так это обеспечивает, да, то есть, соответственно, можно, с учётом того, что у нас есть горячая перезагрузка этих хранимок, да, без остановки сервера, можно эволюционировать приложение целиком, да, делаешь новую версию хранимки, она умеет, как старых клиентов, так и новых, и, соответственно, далее вперёд. Допустим, версию протокола можно ей просто передавать в качестве одного из аргументов. ну, например, ну, например, да, каким-то другим аргументом, параметром определять. Слушай, ну, вот как раз тут уже, да, Ром немножко затронул, там, что, constraint, и такая эволюция в сторону, там, RGBMS, да, так или иначе, мне, в принципе, честно скажу, я вот, в этом плане такой ретроград и вот это все новые веяния, что это новый SQL, и забыть про обычный SQL, это какие-то такие баловство, и всё равно вещь полезная, на самом деле, к компьютеру. Не зря он был придуман, там, да, сто лет назад, и, в общем-то, используется. Расскажите, вот там, constraint, да, что ещё, так сказать, какие ещё вот здесь есть? Ну, первый вопрос, который, наверное, самый чинный, это, ну, хочу просто SQL в коде, да? Это мы делаем. Да, ну, вот, как раз, Кирилл этим занят практически полностью, 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 он посещает всё своё время, ну, лучше рассказать, как это вообще, какая история у всего этого? Ну, да, ещё в двух словах, то есть, мы в какой-то момент дошли до состояния, что невозможно делать выборки данных на императивном языке, вот, то есть, ну, то есть, их можно делать, но это связано с определёнными сложностями, все их знают, вот, и решили действительно интегрировать какой-то депоративный язык в индустрии, это SQL, выбор очевиден, да, тоже, мне кажется. не, ну, нет, как бы история такая, либо придумаю слой, не, ну, либо ты слышишь какой-то слой, там, query, query language, там, не знаю, D, A, B, любая звёздочка, букву, да, там, TQL, SQL, ну, я тебе говорю, у всех там, да, DQL, SQL, CQL, BQL, ну, то есть, помимо того, чтобы делать, в общем-то, из двестистрочных запросов однострочные, мы ещё хотим, как бы, заодно подстрелить второго зайца, иметь возможность интегрироваться с фронтендами, с нормальными, да, с JavaScript, EBS, такой, который язык общения со сторожем тоже SQL. Нет, вот просто тут, вот как бы, просто, поддержка SQL, она сразу, да, кроет за собой большой пласт, когда ты просто берёшь существующее приложение, написанное любом чём-то другом, там, технологии, да, меняешь после того адаптера для работы с базы данных, не переписывая запросы, да, это идеальный, понимаешь, это идеальная ситуация. Я про этот доклад рассказывал, там люди в дверь не лазили. Нельзя поменять с UBDX, а с UBDY. Проблема в том, что SQL, никто, неизвестно миру ни одна с UBD, которая реализует стандартные SQL. Полностью, это понятно. То есть, у нас всегда есть понятие, как бы, диалекта SQL, да, соответственно, это было одним из наших оперативов, мы хотим реализовать небольшое подножество ANSI, вот, чтобы, ну, если не сделать прямо вот drop-in замену, это невозможно по очевидным причинам, но хотя бы её максимально облегчить. Вот, соответственно, мы начали делать ANSI-шную часть, вот, ну, у нас было несколько подходов, так сказать, к этому делу. Ну, расскажи, расскажи, по-моему, интересно, послушай. Ну, честно говоря, доклад на эту тему, да, ну, в общем, началось всё с того, что давайте попробуем, возьмём какой-нибудь парсер, который нам всё транслирует, вот, си-шной структуры, да, и попробуем это подклеить, как-нибудь к Тарантулу, потом вспомнили, что, в общем, планировщик запросов эта вещь довольно сложная, вот, это дело бросили, вот. После этого решили, после этого решили взять какую-то базу данных, оторвать от неё storage и приклеить Таранту, вот. Другой вариант, да. Посмотрели на Postgres, увидели там сотни тысяч какого-то кода, строк, да, то есть, эта вещь, она совершенно, ну, с точки зрения интерната, не мантейна была, да, там вообще целая история, скажем так, невозможно встроить Postgres, можно встроиться в Postgres. Да, 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 каким-то придатком к Postgresу. Не, какой-то не шкувай, ну, зачем ты вказал? Этим, в общем-то, и кончилось, то есть, мы нашли какую-то... Про Postgres шлип пару слов, то есть, Postgres, он такой интересный, у него же уровень, там же есть словарь данных, то есть, когда запросы, в принципе, выполняются, нужно понять, какие таблицы вообще есть, какие триггеры есть, то ты тоже откуда-то прочитаешь. Ну, это все системно справочные таблицы. Да, все хранится в справочных таблицах, но API работы со словарем в Postgres равномерно распределено по всему коду. Соответственно, если мы берем, ну, только от Postgres оптимизатор, словарь данных у нас уже есть, он у нас свой, то есть, у нас есть наши спейсы, и так далее. Нам нужно подклеить свой словарь, не только свой storage, но еще и свой словарь. в общем, и, ну вот, к сожалению, слушатели не смогут прийти на доклад, но вот, Кирилл будет рассказывать еще про то, что есть разные виды, как бы, подходы к оптимизации, к выполнению своих запросов. То есть, после парсера создается, так называемый, execution 3, да, parse 3, и, допустим, Postgres и MySQL, они не, фактически, у них выполнение, это выполнение вот этого parse 3, или какой-то структура, очень похожей на дерево. А мы все-таки, у нас основной фокус на in-memory, и мы смотрим на то, чтобы создать, в конечном счете, трассирующий, опять же, либо JIT, либо просто компилятор, который будет план использовать запросы, ну, машины, когда переводить. Соответственно, по этой причине, тоже, ни Postgres, ни MySQL нам не подходили, потому что, ну, модель выполнения, она, нашему видению, не соответствует. Так вот, на сцену вышел SQLite. Да, SQLite, он, в общем-то, в этом плане, оказался довольно крутой штукой, несмотря на то, что это какая-то микро, вообще, база данных, на 100 тысяч рублей. Тоже подходит нашему, кстати, идеологии нашей. Да. Вообще, последствия SQLite, они, там, вот, новая версия вышла, да, там, мы, там, на два-три процента улучшили, там, микрооптимизацию, вот, там, в каком-то месте. То есть, там, 2016 год, новой SQL, там, Hadoop и прочее, а чуваки спокойно пилят свою вещь, которая много двигается. Да, только сегодня мы, как раз, смотрели у SQLite, свой грамматический анализатор. и, что мы нашли. суть в том, что он делает всего лишь, то есть, конечная state машина, которая генерирует парсер, да, она занимает всего 300 state, 400. 400 в MySQL 60 тысяч. Вот я просто работал над грамматикой MySQL, 60 тысяч, это, это вот к вопросу о процессорах, да, то есть, это, кейс на 60 тысяч, 60 тысяч кейсов, switch на 60 тысяч кейсов, да, вот поди, как бы, куда ты берешь, у тебя какой-то branch prediction, забудь про это, то есть, то, что она, как бы, в команд кэш влезет, такой вот, огромный switch, нет, и вот, по этому 60 тысячному switch, как бы, нужно пропрыгать, чтобы, просто любой искренний запрос распался. Угу. Хотел бы также про скрылайт добавить, что, по моему как бы, субъективному мнению, скрылайт – это самый популярный программный продукт, он есть в каждом телефоне на андроиде, в каждом телефоне на аэродсайд. Это ведь за статистика, подтверждено, что это по количеству инсталляций… Просто по количеству девайцев, по количеству инсталляций скрылайт – это самый популярный продукт, он популярнее, чем в Windows, там, на Microsoft Office. Вот. Он популярнее, чем Windows, он популярнее, чем Android. Да, Да, и популярнее, чем iOS. Он популярнее, чем iOS, потому что он есть не в андроиде. Везде, да. Он есть просто везде. Да, вот, и, соответственно, он маленький, у него быстрый парсер, у него замечательная виртуальная машина, то есть весь запрос, вместо того, чтобы транслировать какое-то деле, в котором будет прыгать экзекьютор, он транслирует совершенно нормальный байт-код. Правда, почему-то пятиадресный, не так это важно. То есть настоящий байт-код – настоящая виртуальная машина, там тоже какой-то свитчик на несколько тысяч строчек, но это тоже, когда мы говорим об интерпретации, это смешно. И он очень, и самое главное, одна из главных вещей – он очень хорошо слабенько приклеен к сториджу. То есть там, действительно, буквально 20-30 вызовов, которые можно подменить и получить, в общем-то, на выходе из кое-что. То есть, чем мы, собственно, сначально начали. Мы взяли SQLite и попробовали оторвать ему сторидж. Ну, многие оторвали. Получился такой фантинстейн, который как бы бегает, но еще маленько. Потом обнаружилось, что этого недостаточно. Это недостаточно, потому что вот эта трансляция, то есть SQLite внутри какой-то там свой месседж-пак, какой-то очередной бинарный формат хранения. Тарантул свой. Мы взяли, придумали декодер с энкодером, который туда это все делал, туда-сюда перегоняет, и получили, в общем-то, работающий продукт. Ну, не продукт, в общем-то, прототип. Но суть в том, что поскольку у нас, в общем-то, это все дело хай-перфоманс, то есть у нас все лежит в памяти, у нас очень быстрый парсер, у нас накладные расходы на вот это декодирование, оно всегда будет костью в горле. Он всегда будет мешать. Соответственно, для пилота это подошло, мы увидели, что SQLite работает, отлично. Мы это дело бросили и начали вклеивать, учить виртуальную машину работать вместо чпака. Работать с нашим сторожем напрямую. Вот. И, соответственно, мы пришли к успеху, в общем-то, у нас это дело все вздохнуло, задышало. И сейчас SQLite работает прямо напрямую с месседж-паком, прямо с Тарантова. То есть, это уже не SQLite. Если взять SQLite, там где-то пять крупных подсистем, то есть мы уже убрали две из них. И дальнейший план, как я говорил, это то, что мы вот эту вот виртуальную машину мы тоже будем оптимизировать и, возможно, возьмем LVM или будем транслировать это как-то в свой JIT, который мы создадим. То есть, ну, в общем-то... Да. Основное преимущество в том, что VDBE это действительно вещь, которая, конечно, не JIT, но это вещь, которая ему очень сроднена, такая рядом стоящая. В отличие от, как-то ни странно, вот этих продвинутых мускулей, возбросов, да, где вот какое-то непонятное дерево, потом прыгает. Компиляторы давно от этого ушли. Ну, тут, конечно, есть минусы и минусы, понимаете, то есть, если программа продукта сделана на зависимое количество уровней, независимых, то он архитектурно выглядит более, как бы, продажным для заработчика, но при этом может работать менее эффективно. Нет, ну, VDBE это не так. VDBE маленький, компактный, там просто нечем работать. И очень модульный, да, он очень чистый код, огромное количество комментариев. Мы взяли 100% тестов. Я вот тоже, да, что мне в Искулайте радует, что действительно мало того, что код как бы чистый, и у них очень тесты, за которыми они прям вот диагнозируют. И все эти тесты проходят на Таранту. Ну, не все там 95% тестов. Ну, 95% нам не нужны. Там есть вещи, которые в Искулайте действительно нам просто не актуальны. Ну, например, переключение базы данных, можно файлики переключать. Это не имеет смысла, потому что у нас соотношение жесткое, он срочен с Тарантовым. Ну, да, да, да. Эти тесты мы просто выбросили. А вообще мы придумали специальный этот самый конвертер, который вот этот Тикль. Все тесты в Искулайте написаны что-то на Тикле. Это было модно. Ну, наверное. Соответственно, мы придумали полуавтоматический конвертер, который это делал все перекаты в ЛОА, в ТАПовские тесты на ЛОА. Вот, и все эти тесты сейчас... Ну, на самом деле, сначала мы сделали, что Тикль внутри Штарантова запускался, вот к вопросу о языках. Потому что Штарантове можно легко взять и запустить Тикль. А потом уже его конвертировать, значит. Да. Соответственно, сейчас мы имеем работающую тестовую базу. и наша цель, в общем-то, уйти... Суть в том, что надо помнить одно, что все-таки это Искулайт. Искулайт, это все-таки диалект, опять же, да? Ну, конечно, да. Соответственно, наша цель, помимо того, чтобы пропитать виртуальную машину Тарантовым, да, еще и изменить фронтенд, да, изменить язык, чтобы он был ближе к НСИ. Соответственно, в итоге получается, что от Искулайта там останется только имена файла. Вот. Ну, подход, алгоритм... Да, конечно, конечно. И то не факт. Наша цель – JIT. Культура. От Искулайта останется огромная культура, потому что, конечно, Ричард Хип – это монстр. Башка, башка. Ворвусь со своим вопросом, с точки зрения разработчиков прозвучала такая фраза, что хотелось бы запустить реальные приложения типа Wordpress на Таранта. То есть целитесь в потребителей типовых приложений, да? Ну, тут огромный пласт целей, скажем так, это очень важно. И это не просто ради прикола, вот мы хотим стать... То есть это амбиции какие-то – заменить MySQL или что-то такое. У нас есть реальный шанс делать это лучше. Типичный сайт на Wordpress, там не такая большая нагрузка, да? То есть там, может быть, я не знаю, 100 unique в день, 1000 unique в день. При этом запускается вся машинерия MySQL, рассчитанная на высокую масштабируемость, на машины там по 40 процессоров и так далее. В нашем случае у нас нет локов, у нас все заведомо находится в оперативной памяти, не надо ничего кэшировать. То есть код базы данных заточен под конкретно такие нагрузки. То есть у меня был... Я сам как бы гоняю Wordpress для своего сайта, и была целая история. Я захотел идти на ARM. У меня сейчас на Хеснере арендована машинка на интеллском камне. Я решил, что я уйду на Skyway, буду платить меньше. Соответственно, за полдня я перенес все, запускаю, да? Значит, Wordpress со всеми кэшами, со всеми плагинами и так далее. Если у меня на Хеснере одну секунду отрисовывается, я имею в виду без какого-то фронтального кэширования, то на ARM он у меня отрисовывается на 64-битном, уже за 7 секунд. То есть... И все это, я смотрю по бэкэнду, очень много уходит на MyScoil. То есть MyScoil много жрет. Соответственно, если мы просто сделаем очень простую базу, которая все хранит в оперативной памяти, достаточно десятка гигабайт оператива для того, чтобы поместить типичный сайт, который будет отрабатывать те же самые запросы на Wordpress, но быстрее, то я думаю, что это все будет профит. При этом мы откладываем ту историю, что это application-сервер и баз данных в одном. Мы сейчас ориентируемся на чисто базу с данных. В данном случае, да. Но быстро. Без необходимости ставить main кэш. Нет, ну смотри, сейчас прекратить очередной бэкэнд в виде PHP и вообще тебя прям запускает на таранты и все. Ну, бэкэнд на PHP, я так понял, даже не в списке Python, JavaScript. Не, на пиаре все хотели бы бэкэнд. Вот видишь, у нас потребность в Перле, нормально. Тут насчет бэкэндов на PHP или на Перле, давайте опять же вернемся к целям. PHP отличный язык все-таки для уровня приложений, отделенного от базы данных. Мы работаем, у нас, наш язык работает в одном адресном пространстве базы данных. Мы должны быть достаточно осторожными. То есть это должен быть такой компромисс. Вот я не зря упомянул строгую, допустим, депризацию, к которой мы можем стремиться, к строгой ошибок и так далее. То есть бэкэнд все-таки для написания хайлоудных приложений, по моему мнению, должен быть не такой расслабленный, как типично интерпретированные языки. То есть, к сожалению, на самом деле такого языка сейчас не существует, который бы нам идеально подошел. А Rust? Мы пробуем. Мы пробуем Rust, Swift, но проблема с Rust и Swift в том, что они строго компилируемые. А мы все-таки смотрим в сторону того, чтобы это должно быть юзер-френд. То есть цикл разработки должен быть быстрый. Не, у нас для Rust уже есть написанные обертки для Аппи, Тарантура. Даже есть продакшинг, у него там работает. То есть некий такой компромисс – это как бы и не сиси, плюс плюс, на котором, по понятным причинам, тяжело зарабатывать. И в то же время это уже не интерпретатор, это компилируемый язык. Но за счет того, что в нем есть очень много статистического сахара, он достаточно приятный для разработчиков. Ну, как бы единственное, что нас смущает, что все-таки Swift разрабатывается Apple, и нет какого-то foundation там. А вообще Тарантуру на iOS можно запустить, если так со Swift скопилироваться? Станет хитом мобильных разработчиков. Не, ну, знаете, на Mac, на обычном работе. На Mac-е-то точно можно, на iOS как-то… Да, как раз для мобильников. Я думаю, что… Приложение знакомств. Ты хочешь сохранить себе тысячу анкет понравившихся девушек. Куда сохранить? В SQLite. В SQLite. Нет, на самом деле лидером тут действительно является SQLite. То есть сейчас идет вот эта вот модная тема – edge computing, да, то есть все больше вычисления уходят на край, да, на всякие девайсы. По понятной причине тут как бы делаться не будет. Но на мой взгляд очевидно, что ты просто возьмешь SQLite, если тебе нужна эта история. То есть Таран тут все-таки больше про… Вот, например, если ты хочешь, чтобы у тебя это все сохранялось в локальной ВБД и при этом автоматом стремилось по какому-то ненадежному каналу в облако, то тогда да, Тарантул уже более интересная история, потому что ты можешь узнать локальный Тарантул, он, допустим, будет автоматом рефлицировать все, что ты в телефончике себе насохранял в облако, или как-то синхронизироваться с облаком из тебя. Вот. Вот эта история потенциально… Ну, есть ценность от application сервера от такой более навороченной базы данных. В других случаях нет. Мне кажется, игрушки тоже одно из таких направлений, вот всякие такие социальные игры, где-то надо какой-то стейт хранить, где-то на сервере, вот рядышком есть какие-то такие примеры тоже, где есть использование проекта. Ну, мне так просто вот по обсуждению… Там сервера игры у нас есть примеры, потому что очень многие сервера используют лоу для написания бизнес-логики. До этого приходится реализовывать своего демона, там на слишком… Вот я… Зачем реализовывать своего демона, если можно взять Тарантул, в котором лоу уже есть… Вот я… где-то в этом, да, так может… Мысль такая, что действительно уже как много где там… В игровой индустрии… Ну, игрокерчик свой мир. Я могу сказать, что… У нас же в Мэйлея есть целое игровое подразделение, они много где используют Тарантул, но все крутые, ну, игрушки, они уже используют… Движки у них огромной легаси там… написанных конкретно под платформ игровую, вот… И… Здесь уже, конечно… Ну, и нет смысла написанную игровую платформу, если переводить на там Тарантул. Вот… Поэтому… То есть… И вообще, мне кажется, просто там рынок так устроен, что там есть лидеры рынка с крутыми игровыми платформами, и ты уже создаешь игру под игровую платформу. Ну, и как бы уже используешь… Как бы, скажем… Принимаешь все ее там допущения… Да, и принимаешь все ее допущения, да. Ну, что… Мне кажется, получилось довольно клево, так… Ребята, спасибо, что нашли время. Кирилл, тебе удачного выступления. Спасибо. Через две минуты… Уже, да? Да, вы играете? Мы вовремя уложить. Все. Всем спасибо и до новых встреч. Спасибо. Пока. Счастливо. Пока.